В сегодняшней программе Только благодать сможет обратить сердца людей и сердце самого закоренелого грешника к Богу. Ни одному суду это не под силу. Сегодня мы смотрим на Иисуса, и на Нем нет покровала. И каждый луч света его лица сияет, говоря «Ваши грехи прощены». Свет его лица говорит «Твои грехи прощены, твои грехи омыты и удалены от тебя». Аминь. В твоей жизни больше нет проклятия, нет гнева Божьего. Наказание уже не постигнет ни тебя, ни твою семью. Слава Богу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Илья был пророком осуждения Елисей был пророком благодати Имя Илья означает «Яхве» — Бог Имя Илья означает «Мой Бог спасает» Как и имя Иешуа — «Яхве спасает» Елисей был пророком благодати И в его служении удвоились чудеса, бывшие в служении Ильи Если посмотреть на Ильи, его служение в основном было служением осуждения Судя по всему, его служение началось, когда из-за идолопоклонства Израиля перестали эти дожди Но перед тем, как дождь прекратился, Бог словно дал выбор своему пророку Илье, сказав «Выбирай, как будет осужден народ Ты можешь решить, что это будет засуха на год или два» Но вместо этого Илья сказал «Не будет ни разу и ни дождя» Это 17 глава 3 книги царств И сказал Илья Фисвитянин «И жители Глаадских, Ахабу» «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою» «Все годы не будет ни разы и ни дождя» Разве только по слову моему О трех с половиной годах засухи мы узнаем позже Обратите внимание на фразу «По моему слову» Бог словно сказал «Илья, выбирай, какое наказание навести на землю» Бог дал Илье выбор И тот сказал «В эти годы не будет ни разы, ни дождя» Позже мы узнаем, что так будет три с половиной года Но было ли в этом сердце Бога? В послании Якова сказано «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя» Почему ему пришлось молиться о том, чтобы не было дождя? Для чего ему это делать? Выходит, дождя не стало вовсе не из-за греха народу Дождь прекратился, когда Илья помолился и произнес слово осуждения И молитвою помолился, чтобы не было дождя и не было дождя на землю три года и шесть месяцев И опять помолился, и небо дало дождь Обратите внимание, что когда Илья помолился второй раз и произнес благословение, пошел дождь Вы видите в подтексте, что Бог словно жаждал излить дождь на землю Он сказал Илье «Я хочу принести дождь на землю» Он никогда не говорил о своих планах навести засуху Вы видите, каково сердце Бога даже в тех случаях, когда ему приходится совершать суд Он не горит желанием наказывать В книге Плача Иеремии 3 главе сказано Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих Даже если люди созрели для суда Если они напрашиваются на наказание Сердце Бога иное Бог хотел, чтобы Илья это понял У потока Харафа Богу пришлось посылать к Илье воронов Для него было странно принимать пищу от нечистых птиц Ведь он был пророком закона Его служением было призывать людей вернуться к закону Божьему Помните, как Илья появился на горе Преображения рядом с Иисусом? Библия говорит, что его лицо и одежда сияли Они сверкали и переливались славой шахии Блеск, о котором сказано в 9 главе от Луки Это свечение, исходящее изнутри Это не та слава, которая сходит на Иисуса извне Он сам излучал эту славу И его лицо преобразилось Его одежды стали белыми и блистающими, что белее уже некуда А затем появились Моисей и Илья Кто же такой Моисей? Он — олицетворение закона, а Илья — олицетворение пророков Аминь Они свидетельствовали о праведности Бога Помните, что сказал Петр? Он пошел на гору вместе с Иаковом и Иоанном Проснувшись, они увидели славу Иисуса А затем Петр произнес «Наставник! Хорошо нам здесь быть! Сделаем трекущим!» Видимо, в это время был праздник Суккот или праздник Кущий «Сделаем трекущим! Одну тебе, одну Моисею и одну Илье» Другими словами, Петр поставил благодать Иисуса на один уровень с законом и пророком Библия говорит, что тогда их осенило облако Когда Бог дал закон, он появился в темном грозовом облаке Но здесь появилось светлое облако, потому что пришло время благодати Благодать и истины пришли через Иисуса Христа Закон был дан через Моисея, но благодать и истины пришли через Иисуса Христа И так их осенило облако Поскольку Петр поставил Иисуса на один уровень с законом и пророками Отец сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте» Не их, а Его Слушайте не законы пророков, слушайте Его Теперь все новое Нам нужно усвоить этот урок на горе преображения Мы должны слушать Иисуса, слушать голос благодати, а не голос закона или пророков Вот почему Иисуса взял с собой Петра, Иакова и Иоанна Петр означает камень, а закон был выгравирован на камень Иаков значит «пересадить» или «заменить» Имя Иоанна означает «Божья благодать» Можно сказать, что закон заменила Божья благодать, или же благодать вытеснила закон Аллилуйя Нам нужно научиться слушать в своей жизни только Иисуса Позже мы узнаем, что Илья был расстроен тем, что жена царя Ахава, Иезавель, решила его убить Она решила убителю И он убежал, потому что очень боялся этой женщины, Иезавели Так бывает, когда вы не смотрите на Бога На протяжении всего пути Бог заботился о нем и обеспечивал его, несмотря на то, что этот побег не был предназначен Богу Бог не посылал Илью к горе Хариф Знаете, куда он пошел? Хариф — это гора Синай Илья вернулся к горе Синай Он пророк закона Он вернулся, чтобы найти ответ Он вернулся, чтобы пожаловаться Не помолиться, а пожаловаться на Божий народ Павел писал в 11 главе Римлянам Как он жалуется Богу на Израиль Бог это не ценит Давайте посмотрим, что произошло, когда Илья дошел до Синай И вошел он там в пещеру и ночевал в ней На том же месте Бог дал Моисею 10 заповедей после выхода еврейского народа из Египта В этой же пещере Моисей увидел Бога со спины Аминь В этой пещере и заночевал Илья И вот было к нему слово Господне И сказал ему Господь Что ты здесь, Илья? Бог задал этот вопрос, потому что Илья не должен был находиться там Что ты делаешь на горе закона? Что ты делаешь на территории закона? Не благодать, а законом Что ты здесь, Илья? Что делаешь? А он сказал, возревновал я Илья оправдывает себя, обвиняя других А Господи Боги Саваофи Ибо сыны Израилевы Оставили завет твой Разрушили твои жертвенники И пророков твоих Убили мечом Остался я один, но и моей души ищут Обратите внимание на слова Я Моей Он думает только о себе Поэтому он так испугался и убежал от Иезавели Он перевел взгляд с Бога на самого себя И потому оправдывает себя Результат жизни под законом Это самоправедность или самооправдание Часто бывает, что осуждая других Вы стараетесь оправдать себя Илья стал обвинять народ Израиля Павел упомянул об этом моменте В 11 главе послания к римлянам Как он жалуется Богу на Израиля Читаем дальше И сказал, выйди Зачем нужно выйти? Илья сидел в пещере Закон вынуждает вас бояться Он вынуждает прятаться Он заставляет вас убегать в пещеру А Бог говорит, выйди и стань на горе Пред лицом Господнем И вот Господь пройдет и большой и сильный ветер Раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом Но не в ветре Господь Первое проявление в виде ветра Уже случалось в жизни Ильи Помните, как после победы на горе Кормил, пошел дождь Перед тем, как пошел дождь Илья молился И начался шторм Это было его служением Знаете, что сказал Бог Илья? Зрелищность твоего служения Не сможет обратить сердца народа к Богу Бог показал ему, что наказание не обратят людей к Богу Но не в ветре Господь После ветра землетрясение Но не в землетрясении Господь Это тоже уже было в служении Ильи Но не в землетрясении Господь После землетрясения огонь Когда Илья был на горе Кормил С неба тоже сошел огонь Но не в огне Господь А вот после огня Огонь это символ суда Но, как написано, не в огне Господь После огня Веяние тихого ветра Бога не было в ветре Бога не было в землетрясении Бога не было в огне Много лет назад была такая группа Она мне не нравилась, просто Мне запомнилось ее название Земля, ветер и огонь Господь не в земле, в ветре и не в огне Он не в землетрясении Не в ветре и не в огне Его нет во всех этих проявлениях суда Он в тихом веянии ветра А не во всех перечисленных здесь проявлениях Илья все еще прятался в пещере Когда услышал это тихое веяние ветра А что было дальше? Услышав сие Илья закрыл лицо свое Милотю своею И вышел и стал у входа в пещеру Единственное, что может Вывести такого грешника, как Адам Который прятался за деревьями Из укрытия в свет Бога Это благодать Тихий, спокойный голос благодати Аминь Только благодать может обратить сердца людей И сердце самого закоренелого грешника к Богу Ни одному суду это не под силу Об этом сказано даже в книге Откровения Это 16 глава, 11 стих «Хулили Бога Небесного от страданий своих И язв своих И не раскаялись в делах своих» Даже после строгого наказания Люди остаются жестокосердными Наказание не меняет их сердца Бог показывает в последний раз, что наказание не может изменить сердца людей Не потому, что наказание бессильным Но из-за черствости и крайней степени бунта в сердце человека Даже когда он этого не осознает Вернемся к истории Ильи Единственное, что побудило Илью выйти из пещеры И предстать перед Богом Это спокойный, тихий голос Бог хотел научить Илью Помните, Илья жаловался, что народ Разрушил Божьи жертвенники Оставил завет Убил пророков мечом И знаете, что Бог ему ответил? Я оставил между израилетянами Семь тысяч мужей Всех сих коленей не преклонялись перед Ваалом Ты не один Я избрал семь тысяч человек Но это не все Из-за жалоб Ильи на израильский народ Бог сказал ему Твое служение закончено Помашь своего преемника Помашь своего преемника Елисея А Елисей, он пророк благодати Нам нужно понять суть истории Ильи и Елисея Чтобы понять закон и благодать в служении Ветхого Завета Друзья, мы уже не в Ветхом Завете Многим хочется, чтобы в наши дни повторились дни Ильи Помните, как Иоанн, апостол любви и Иаков Пришли с Иисусом в Самаринское селение Но там не приняли его Потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим Видя то, ученики его И Иаков и Иоанн сказали Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал Даже сегодня есть христиане, которым кажется, что поступки Ильи санкционированы Богом Послушайте, сердце Бога не таково Смотрите, что ответил им Иисус Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал Не знаете, какого вы духа Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать И пошли в другое селение Если вам хочется иметь дух Ильи, знайте, что Иисус это не одобряет Каков дух пророков сегодня в Новом Завете? Первое послание Коринфянам, 14 глава, 3 стих Помните, что это Новый Завет А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение Увещевать значит призывать людей, утешать их Сегодня пророчество должно быть назиданием, увещеванием и утешением Библия призывает нас увещевать друг друга ежедневно Чтобы никто не поддался обольщению греха Каждый день нам нужно ободрять и утешать друг друга Это наше служение А знаете, кто был последним служителем осуждения? Самым последним Иоанн Иоанн, креститель Так говорит Библия Откроется Евангелие от Матфея, 11 главу, 13 стих Там Иисус говорит, ибо все пророки и закон прорекли До кого? До Иоанна Служение осуждения закончилось на Иоанне Мне это нравится, потому что имя Иоанн означает Божья благодать Венцом закона и пророков стала Божья благодать Иоанн был последним пророком осуждения, служителем осуждения Кстати, служение осуждения в Ветхом Завете было от Бога Это служение было славным Второе послание Коринфянам, 3 глава Об этом же как раз и говорит А если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях Было так славно, что сыны Израилевы Не могли смотреть на лицо Моисеева По причине славы лица Его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духом И далее 9 стих Ибо если служение осуждения славно Вот видите, служение осуждения было славным То тем паче изобилует славую служение оправдания Аллилуйя Друзья, вы еще ничего не видели Бог поднимает по всему миру служителей благодати Нового Завета Он снаряжает нас, чтобы мы стали сильными служителями Не буквы, которая убивает, а духа, который животворит Аллилуйя Это служение оправдания Это пробуждение последнего времени будет превосходнее всех пробуждений прошлого В которых было очень много служения осуждения Бог не сказал, что это служение не было славным Но зачастую его плоды были недолговечными Слава Ветхого Завета, слава Закона рассеивалась Как и слава лица Моисея Библия говорит в последнем стихе этой главы Мы же все открытым лицом, как зеркале Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Это синодальный перевод, кстати Во многих других переводах тоже сказано с открытым лицом Однако покрывало было только на лице Моисея Об этом прямо говорится и в Ветхом Завете Чуть ниже мы можем прочитать вот такое Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое Чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего Покрывало было не на лицах израильцян Оно было на лице Моисея Но у мы их ослеплены Ибо то же самое покрывало До ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета Потому что оно снимается Христом До ныне, когда они читают Моисея Книги Моисея, как вы знаете, это первые пять книг Библии Это бытие, исход, левит, числа и второзаконие Это вся Тора До ныне, когда они читают Моисея Покрывало лежит на сердце их Но когда обращаются к Господу Тогда это покрывало снимается Господь есть Дух А где Дух Господень, там свобода Мы же все открытым лицом Я изучил контекст этого стиха Многие богословы соглашаются, что речь здесь Идет не только о том, что открыты наши лица Но и о том, что лицо Иисуса открыто для нас Аминь Покрывало было не на лице израильского народа А на лице только лишь одного Моисея Сегодня мы смотрим на Иисуса И на нем нет покрывала И каждый луч света его лица сияет, говоря Ваши грехи прощены Свет его лица говорит Твои грехи прощены полностью Твои грехи омыты Они удалены от тебя Аминь В твоей жизни больше нет проклятия Нет гнева Божьего Наказание уже не постигнет Ни тебя, ни твою семью И чем больше мы смотрим на Иисуса Тем больше мы преображаемся В Его образ, в Его славу Когда Моисей спустился с горы Люди стали убегать Они испугались света Который исходил от его лица Это был свет требований Свет закона Вы должны Вы обязаны Вы не должны А вот так вот нельзя Увидев свет закона Люди просто-напросто разбежались Когда Иисус спустился с горы преображения Люди побежали к Нему Они побежали из-за света Нового Завета Этот свет говорит Ваши грехи прощены Ваши грехи удалены от вас Проклятие снято Аминь Благословения сходят на вас У вас есть дар праведности Чтобы предстоять перед Богом Аллилуйя Я так счастлив, что могу говорить об этом И проповедовать Поэтому спасибо нашему Господу Иисусу Возможно, вы смотрите эту программу И думаете, почему я смотрю этого человека Возможно, вас попросил об этом друг А вы думаете, почему я досмотрел эту программу до конца Потому что Бог призывает вас домой, к Нему Бог призывает вас в свой дом изобилия Бог говорит, приди домой, к любви Приди в мои объятия Я не вменю тебе твоих грехов Я люблю тебя Я предлагаю тебе не религии Я предлагаю тебе реальность Я предлагаю тебе дар праведности Потому что мой сын умер из-за тебя За твои грехи Я не смотрю на твои грехи Я вижу твою потребность во мне В моей любви В моем обеспечении Я говорю тебе, сын, дочь Вернись домой К моему любящему сердцу Если это о вас Помолите сейчас со мной Я помогу вам помолиться Скажите от всего сердца Отец Небесный, я благодарю тебя За дар твоего сына Моего Господа и Спасителя Иисуса Христа Он умер на кресте За мои грехи Спасибо, Отец Что воскресил его из мертвых Иисус Христос Мой Господь и Спаситель Я обрел благословение И благоволение Поздравляю, теперь вы рождены свыше Это не религиозный опыт Это реальность Это величайшее чудо Чудо нового рождения Вы только что родились свыше Теперь вы гражданин Небес Вы детиа Божьи С природой Бога Жизнь Бога течет в вас Дух Божий обитает в вас Оставайтесь с нами Учитесь путям Божьим Аминь Продолжайте получать благословение Еще больше благословения Бог продолжает благословлять Слава Иисусу Церковь Встаньте, пожалуйста Аллилуйя Позвольте благословить вас На будущую неделю Пусть Господь благословит вас И ваши семьи На будущей неделе Пусть Господь благословит вас И ваших родных Благословением Из 28 главы Второзакония Господь благословит вас Благословением Авраама Господь дарует каждому из вас божественную защиту. Пусть Его рука защищает вас и ваши семьи. Пусть кровь Его Сына покрывает вас, защищая от вируса, от всякой инфекции, от всякой болезни, от всякой опасности, от всякого вреда, от всех сил зла. Пусть Господь благоволит к вам и улыбается вам. Смотрите на Его улыбку. Ожидайте благоволения везде, куда бы вы ни пошли. Его благоволение на вас. Пусть Господь будет милостив к вам и вашим родным. Пусть Господь дарует вам и вашим семьям Его удивительный шалом, целостность и мир во имя Господа Иисуса Христа. Весь народ доскажет на это. Аминь. До новых встреч. Будьте благословенны. Мы любим вас. Я верю, что вы были благословлены любовью и благодатью нашего Господа Иисуса Христа. Если это служение помогло вам пережить прорыв в своей жизни, мы хотели бы узнать об этом и порадоваться вместе с вами. Напишите нам и поделитесь своей историей. Мы рады, что вы продолжаете смотреть наши программы с проповедью Евангелия. Я молюсь, чтобы вы еще больше познавали нашего великолепного Спасителя и помнили, что Он для вас совершил. Мы благодарим вас за то, что вы посмотрели эту проповедь Джозефа Принца. Мы верим, что она принесла вам благословение. Чтобы получить более подробную информацию о церкви New Creation, зайдите на сайт, указанный у вас на экране. Там вы также сможете подписаться на бесплатную ежедневную рассылку от пастора Джозефа Принца. Вы сможете каждый день получать больше сил и вдохновения, ведь благодаря этой рассылке вы узнаете, как сильно вас любит Господь. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит той церкви, которую вы посещаете.